Всем привет! Продолжаем обозревание обновления игры Rust! Опять у них здесь проблема с фпс, фпс упало до 14, ну ничего страшного. Может быть немножко будут подлагивать, но они потом это все исправят, само собой. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Ну, во-первых, вы видите, внизу в интерфейсе изменились все иконки, то есть теперь предметы выглядят как 3D. Потом внизу слева, вы видите, мигает радиация, да так она будет выглядеть в итоге. Потом добавили нам уже одежду, видите, красивее стало. Опа, надевай братьюню, вот, то есть уже, вот, красота просто. Также смотрим, давайте глянем, я не смотрел, факел изменили или еще нет. Так, факел еще не изменили, но его изменят. Теперь смотрим, мы теперь можем ползать, видите, у нас такое лежащее состояние. Все время, кстати, да. То есть на данный момент все люди на сервере ползают. Ну, это они специально сделали, чтобы тестировать в первую очередь. Вот мы можем. Ну, я потом еще покажу, как мы ползаем. Потом, а теперь, видите, тоже все предметы, которые мы строим, они в инвентаре тоже выглядят нормально, не как раньше. То есть убираем фундамент. Так, сейчас, секунду. Где у нас фундамент? Вот он. И вот вы в инвентаре, видите, в первом слоте. Так выглядит красиво. Все, убираем. Так, что у нас здесь дальше? Дальше. А дальше мы сделаем вот так. Поставили текстуру двери. По-моему, когда я снимал в последний раз, у двери не было текстуры. Теперь текстура появилась. Вот она, текстурка двери. Ну, нормальная деревянная дверь. То есть, опять же, видите, кстати, можно блокировать дверь. У нас есть ключ, то есть мы можем делать ключ. Видите? Open door. И вот close the door. Close door! И lock. То есть мы можем заблокировать дверь, не то ее не откроет. Так, вот наша дверь. Все, выходим. Теперь, сейчас мы посмотрим направо. И что же будет? Что же будет? Что же это? Господи, что? А, ну ладно. Понятно. Это у нас груз. Эта карта неофициальная. Ну, в смысле, не такая, как будет в итоге. Да, это тестовая карта. То есть мы здесь просто все накидали, чтобы посмотреть, что сделали на данный момент. Вот вы видите, так у нас выглядит груз. Вот так вот, видите, поддон на нем. Не, даже не на нем. Да, на нем и прикреплен вот этот вот, не знаю, как называть, ящик, что ли, или что-то такое. Как он, интересно, открывается. Сверху, что ли, залазить? Ну, вот так вот красиво выглядит. Модель, может быть, ее потом изменит немножечко. Ну, вот, примерно так будет все в итоге выглядеть. Такая красотища. Вот, опять я говорил, мы ползаем, видите, да. То есть все время мы ползаем, 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 ползаем. Ползаем, ползаем. Так, давайте тогда сейчас уберем факел. Он мешает. Так, интересно, а где же я сейчас был? Что же это такое, да? Какие-то нестандартные, не знаю, столбы. А давайте посмотрим, что это такое. Отползем немножко. Смотрите, я могу прыгать, я могу ползать и прыгать. То есть он на писке прыгает. О-о-о-о. Что же, что же это такое? Это у нас статуя, да. Так что, скорее всего, в игре будут статуи. То есть обычная каменная статуя. А, уйдите от меня где? Вот он. Ну-ка, сейчас уже темнеет, блин. Я хотел посмотреть прям при свете дня. Ну, вот, в принципе, и так все видно, да, видите, каменная статуя. Такая красивая. В принципе, задумка интересна, да. Если они будут на карте раскидывать разные статуи. Будет, конечно, прикольно. Вообще бы я на их месте, да, сделал какое-нибудь нейтральное племя, да. То есть нейтральные существа, которые нападают на всех. То есть и на тебя, и на других игроков. Это было бы вообще бы офигенное разнообразие. И чтобы они поклонялись там разным статуям. Типа вот волк, видите. Очень красивая статуя. Ну, реально, похоже, как будто ее сделали, да. То есть в это время ее сделали. То есть не профессионалы. А так потихонечку лепили, лепили, собрали волка. Вот так у нас выглядит волк. Статуя. Так, дальше давайте мы сейчас посмотрим печку. Печку, печку, печку. Надеюсь, я уже вам все показывал. Вот она, булап. Ну-то вот, одежда появляется. Опять же, чтобы сделать одежду, нужна шкура. Мы сейчас ее нигде не добудем. Но я хочу вам показать печку. Поэтому пойдемте туда. Кто-то уже ее построил. Я там кого-то уже убил. Кстати, это китайский сейвер. Молодцы китайцы, то есть... Ну, молодцы для нас, потому что они очень близко к Хабаровску находятся. Китайцы очень близко. То есть гораздо ближе, чем любая Москва ваша. Он тут и спит. И поэтому пинг здесь гораздо лучше. Че, попал? Нет. А он не спит. Он просто лежит. Ну ладно, пофиг на него. И пинг здесь очень хороший для нас. Кстати, вот эта вот карта, да, тестовая, только у китайцев. То есть больше ни у одного человека, ни на одном сервере она не стоит. Только у китайцев. Ну вот, видимо, умные люди, действительно. Не, я китайцев очень сильно люблю. Привет китайцам. Смотрим. Вот наша печка. Вот так она выглядит. Там, наверное, блин, уже дров. А, ладно, да. Там дров, видите, нету, потому что я уже ее поджигал. И вот костер. Давайте уберем тогда факел. Так, откроем печку. Положим дрова и зажжем ее. Опа, вот так вот. Вот так вот она выглядит у нас. Вот. Ну, в принципе, красиво, реалистично, согласен. То есть, видите, ее сделали такой более глиняный вариант. Ну, это тоже логично, да. То есть, ну, реалистичный гораздо. То есть она не прям идеальные пропорции, да. Как будто ее на заводе изготавливали. А именно, что ее из глины сам человек собрал, слепил ее. Такая красота получилась. Что-то там жарится. Ну-ка, если мы мясо положим, будет что-нибудь интересное, нет? Дрова мои кончились. Давай. Так, ну-ка, зажигаем опять. Сейчас посмотрим, может приготовиться у нас еда. Не хочет готовиться, да, еда? А то у нас много угля, который нафиг не нужен. Хочется сделать, конечно, остальную одежду. У нас только есть, вот, shirt и trousers, да, можно сделать. Кстати, одежда, смотрите, это не выглядит как раньше. То есть она вообще по-другому выглядит, заметьте, да. Ну, это само собой. Потому что разработчики сделают очень много одежды. То есть, если, например, раньше там было сколько там? Ну, по-моему, четыре вида. Там простая такая, получше. И самое лучшее, кевуар, да, и так далее. То здесь будет гораздо больше одежды. Не знаю, может быть, десятки будут. Очень много будет одежды. Вот как красиво выглядит, видите, статуя. Как мы знаем, у статуи нету улей. Так, мы смотрим. Ну и все, в принципе, вот такие вот изменения небольшие. В первую очередь это интерфейс. Ну, спальный мешок я уже говорил, да. Все то же самое. Вот ключик, который я говорил вам, вот он. Ну, мы его в руки, наверное, взять не можем все-таки. Да, он просто нужен. Ну, вот. И вот добавили, я сказал уже, анимацию ползания, да. То есть, они посмотрят на все баги и потом ее закончат. То есть, например, сейчас баг, что я могу ползать и пролезать сквозь фундамент. Это неправильно. И вообще, в принципе, работы, конечно, еще много. То есть, например, смотрите, я взял факел, да. И факела не видно. То есть, где горит факел? Факел горит подо мной прям. А ноги застряли у меня в горе. Ну, понимаете, вот, не знаю. Такое невезение у человека. Такое невезение у человека. Горит факел на груди. И ноги застряли в горе. Так, давайте мы сейчас найдем фундамент. Или просто поставим фундамент. Ай, а, у меня дерева, наверное, нету. Да, да, да. Мало. Все, у нас нету дерева больше. Ну, мы уже не поставим. Ну, в любом случае, все. Все, что я хотел, я вам показал. Небольшой будет выпуск. Но самое главное, чтобы вы видели, что изменения есть. Что они идут. Что появляется статуя. Уже есть, там, этот груз, который сбрасывает самолет и так далее. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Всем пока. Ноок! Это еще не все. Так, смотрите, что я нашел. Нашел ветку сакуры, видите. Красная ветка сакуры. Красивое деревце. И кое-что еще. Да, я нашел парашют. Отсловато парашюта. Парашюта. Че такое? Я не знаю, тоже, возможно, какая-то конструкция. Просто у меня нет текстуры. Вот у нас есть парашют собственной персоны. То есть с него, скорее всего, на нём будет летать наш груз. О, видите, порвал парашют. А, нет, не порвал. Но пока он такой статический, потом его сделают более-менее в движении. Потом нашёл такие конструкции, я не знаю, что это такое. Если у них нет текстуры, значит это тоже какие-то новые конструкции. Что же это такое? И вот ещё, и вот, и вот, и вот, и вот. Так, здесь вроде ничего больше нету, но я нашёл вон там, вдалеке. Что же это такое? Так, вот какая-то конструкция, смотрите. Тоже похоже на какую-то статуя, да? Хм, прикольно, реально. Что-то их прорвало на статую, какой-то железный кусок. Но он как будто фундамент для статуи. Вот тоже фундамент. Но нам интересно, в первую очередь, вон та шляпа. У-ху! Да, это будет, конечно, не быстро. Мы попробуем всё-таки доплыть, давайте посмотрим. Ну вот, это похоже на крест. Неужели это просто постройка? Мне почему-то кажется, что нет. Ну, сейчас мы это и узнаем. Мы плывём лёжа. Понимаете, да? Мы лёжа плывём, это нормально. Это, наверное, просто постройка, мне кажется, да? Что они просто поставили так стенки и всё. Или нет? Или нет? Или нет? Давайте посмотрим. Ну, это уже на крест не сильно похоже. Сдалека было очень сильно похоже на крест. Что-то там ещё лежит, смотрите. Да, скорее всего, постройка. А, это фундамент лежит. Ну, в любом случае, нам нужно глянуть прямо вплотную. Здесь, видите, всё кривое. Само собой, это потому что тестовая версия. Тестовая карта. Поэтому здесь всё кривое. Ну-ка, вот видите, как здесь легко лазить по горам. Это вам не Скайрим, где вы там, не знаю, руки переломаете себе быстрее. Да, это просто постройка. Я думал, это какая-то статуя, у которой нету... Вот, да. Эх, твари, обманули нас. Обманули. Кстати, можно лестницу сломать. Я думал, это крест. Здесь можно молитвы читать. В любом случае, мы сейчас нашли статую, парашют нашли. И ветку сакуры. Эх, да. Какой прекрасный вид. Ох, из моего окошка. Ладно, пройдусь по своим владениям. Open the door. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Эх, нелегко быть мажором. Все, ваша статуя захвачена официально. Что теперь я здесь главный на этом сервере. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он так, извиняюсь. Сделали мы шапку Немножко Кто хочет захватить этот сервер Идите вот сюда Вот IP адрес Находите в списке Этот сервер И приходите сюда И попробуйте отобрать мой дом И мою статую Рискните жизни Видите здесь физика феноменальная Просто феноменальная Продолжение следует